Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Делай Сам и с вами снова Алексей. Сегодня у нас на обзорчике небольшой заусовщик. Что такое заусовщик? Давайте посмотрим видео. Мне само очень интересно. Видел несколько обзоров и тестов и решил себе приобрести и поделиться с вами. Так как у меня была стройка и мои строители были грамотные и сказали мы запилим все по 45 градусов, но у них этого не получилось. И вот чтобы избежать таких ошибок решил я приобрести, показать. Так что всем приятного просмотра. Ролик будет небольшой. Так что смотрите, отправлю до конца. Приветствуются комментарии и лайки. Поехали! Ну а собственно к нам приехала вот такая вот коробочка. Сейчас мы ее раскроем и посмотрим, что там у нас находится. Все, как видите, пупырчатые пленочки. Нервы успокаивать. И инструкция заусовщику по эксплуатации. Упаковщик у нас АЛФА. Ну даже кто есть, кто упаковщик, кто производитель. То есть ОТК работает. То есть можно посмотреть, кто собирал. Ну и в принципе на этом у нас все. То есть сейчас мы с вами это все быстренько распакуем и посмотрим. Это знакомый цвет. Также они в таком же цвете исполняют гриндеры. В принципе все здесь уже, смотрите, собрано. Нам только надо будет с вами собрать столик. Ставится сам заусовщик. Такая с линеечкой. И здесь у нас переходы, потому что под разные болгарки предусмотрено. Здесь вот у нас комутик для крепления. И вот они проставочки. И здесь, так понимаю, направляющие из оргстекла. А то есть это запасные пластины, сорок стекла уже на самой стороне уже есть. То есть смотрите, выполнено все в исполнении подшильнички. Шесть штук. Они будут наслужить как направляющие. Первое, что решено было сделать, это будет, наверное, самое правильное решение, это собрать сам рабочий столик. Тут есть посадочные места. Ну, я думаю, что будет все это правильно. Ну, да. А комплекты у нас шли. Балты с барашками. И теперь это получается как одно целое вместе со столиком. Для чего же нам вот эта линейка нужна? Мы при помощи нее проверяем уровень подшипников. То есть у нас все подшипники должны быть на одной плоскости. Если нет, то мы ее закрепляем и выставляем все, чтобы в одну плоскость выходили подшипники. Теперь переворачиваю нашу станину. Здесь мы ослабляем болт, либо меняем. Здесь также регулируется под уши. То есть раскручиваем болт и можно регулировать. Установили. Здесь у нас болгарка легла тоже. И так же притягиваем все вот это дело хомутом под крестовую отвертку. Далее устанавливаем диск. У нас в принципе все готово. Осталось теперь только будет настроить вылет. Такую глубину. Все это делается вот такими барашками. То есть мы можем так опустить, так и приподнять. При желании мы можем всегда поставить пылеудаление. Вот таким вот образом уже болты, винты стоят. Можно притянуть. Конечно все делать через шайбы. Я так на быструю руку. Сейчас попробуем один пропил в помещении сделать. А потом уже на открытом воздухе попробуем с вами, чтобы было видно, как процесс происходит. Продолжение следует... То есть, как видим, прям четенько. Вот я с первого раза умудрился подобрать нужный угол. То есть настройка занимает прям буквально считанные минуты. Так, внутри помещения показываю, потому что на улице было плохо видно. То есть, как видим, сколько мы задали, столько у нас на всей протяженности имеется. Идеальный угол под 45 градусов. Тяженности всей. То есть, под затирочку все шикарненько будет сделано. Результатом, честно сказать, я поражен, удивлен. Качество реза отличное. Все идеально. У нас есть вот такая вот пластина. Что это такое? Это у нас для мелких пластинок. Также мы устанавливаем меечка. И мы можем регулировать уже, насколько... То есть, это под узкие полоски. То есть, мы установили, закрепили все это дело. И тоненькие полоски мы можем смело выставить. Когда все у нас будет выставлено, мы можем смело тонкие полоски пропускать, чтобы нас никуда не убегало. Что хотел сказать. Настраивается все очень быстро. Делается буквально за 5 минут. Собрал, настроил барашками угол. Все шикарно. Главное, нужен хороший диск. Маленький, компактный. Легко можно поставить в любом месте. Как видели, на улице на столик прям закрепил и все. Также можно крепить с двух сторон у нас имеются под болты. Можно саморезами прям к столу притянуть куда-то к верстаку временному. То есть, все шикарно будет работать. Как видели, я вам все это показал, продемонстрировал. Друзья, так что у нас вот такой вот небольшой обзорчик заусовщика АФе. Мне результат, конечно, был доволен. Потому что я видел, как у меня тут зарезали плиточники. Профессионалы. Но, конечно, и такого результата не добились. Я делал это первый раз. Первый раз пробовал. И то у меня получилось в 100 раз лучше. А я думаю, что мы этот аппарат еще увидим с вами. Я уже придумал следующую самоделку. Но не следующую. Может, там через пару видео я сделаю из кусочков плитки из обрезков. Хочу сделать классную штуку. Вам, если понравилось, ставьте по лайку. Пишите ваше мнение. А все полезные ссылочки я оставлю в описании под роликом. Вам же всем крепкого-крепкого здоровья. До новых встреч. Увидимся.